Урок на военном полигоне прошел сегодня в Искитимском районе. Несколько учеников из двух сельских школ побывали на базе Новосибирского военного института. Им показали условия, в которых курсанты проходят практику и дали возможность самим преодолеть несколько препятствий. Подробнее Ирина Звягина. Пятки санкнулись, руки вот здесь, около швов. Сегодня все будет как в армии, поэтому все ходим, строим. С первых минут пребывания на базе военного института ребятам дали понять, это необычный урок. Сегодня они узнают, как устроены площадки для обучения офицеров, что такое воинская дисциплина и какой бывает военная техника. Уже через полчаса экскурсия превращается в тактические действия. Школьники пробуют себя на полосе препятствий. Это тренировка определенных навыков специфических, которые могут понадобиться нам в боевых условиях. К примеру, это какие-то переползания, из одного окопа в другой перешли. Также согнуть в оконный проем, где может находиться у нас противник, террорист или бандит. Все нормально? Да. Попоклопаем, молодец. Катя, единственная из девочек, отважилась пройти все испытания. Несмотря на то, что она с пятого класса занимается спортом, легко ей не было, признается девушка. Интерес проверить свои силы взял верх над сомнениями. Ну я такая по жизни вообще боевая такая, хочу вообще в армию сходить, но как-то в армию не получится. И вот решилась, вот получилась такая возможность, вот поучаствовать в таком. Я решилась выйти. После этого этапа ребята стали активнее проявлять интерес ко всему происходящему. Они исследовали боевую машину и обошли все местные достопримечательности. Цель урока достигнута. У всех уже загорелись глаза, у всех появилось желание реально уже ощутить это все, потрогать и стать уже, как бы сказать, соучастником всего происходящего. В Искитимском районе такие учения хотят проводить постоянно. Как показывает время, интерес учеников к военному делу растет. Если раньше в институт планировали поступить не более 10 школьников, то сейчас их более полусотни. Ирина Звягина, Никита Решетков, Новости ОТС.